Предолимпийский Лондон как улей. Сюда уже начали приезжать туристы из разных стран. Центр города в пробках. А вот новейший торговый центр Вестфилд. Его построили специально к Олимпиаде. И он уже работает. Объявления в метро призывают людей искать другие способы передвижения. В дни главных спортивных игр подземкой ежедневно будут пользоваться на миллион человек больше, чем обычно. А за вождение или парковку на выделенной для олимпийского транспорта полосе водителям грозит штраф в 130 фунтов. Это 6,5 тысяч рублей. Слишком много людей. Олимпиада это здорово, но слишком много людей. Я живу рядом с Олимпийским парком, рядом со Стратфордом. Я уезжаю из Лондона на недели, потому что многие олимпийские официальные мероприятия начинаются в понедельник. Это Раймонд. Он уже 50 лет колесит по улицам на такси Кэпе. И помнит, как Лондон принимал предыдущую Олимпиаду в 48-м году. Тогда в городе не было таких пробок. Сами жители, по его словам, изменились мало. Большинство людей интересуется тем, как устроить свою жизнь своей работой. Как заработать деньги для семьи. Олимпийские игры интересуют людей не так сильно. Зато их интересует свое здоровье. Сейчас бег бьет рекорды по популярности среди жителей британской столицы. Гайд-парк – место, где бегающих можно встретить в любое время суток. Утром, днем, вечером здесь бегут всегда. Перед работой, после работы. Когда ты живешь в мегаполисе, пробежка – отличный способ релаксации. Тем более в окружении белок и лебедей, как гайд-парки. Бегуны – такая же визитная карточка города, как и здание парламента. Активные жители столицы объединяются в общество и клубы бега. Судя по всему, Лондон в буквальном смысле бежит навстречу к Олимпийским играм. Продолжение следует...